Рабочая неделя в администрации нашего муниципалитета началась с расширенного планерного совещания при главе Славянского района. В поездке дня этого важного мероприятия были серьезные вопросы. Подробности мероприятия в репортаже, открывающем наш выпуск новостей. В работе совещания приняли участие руководители структурных подразделений администрации, специалисты муниципальных служб и ведомств, главы поселений. Первым был рассмотрен вопрос о правилах приемки работ по ямочному ремонту дорог. В докладе заместителя главы Славянского района Константина Левченко было рассказано, на что следует обратить особое внимание при проведении ремонтных работ. Дело в том, что на безопасность дорожного движения впрямую влияет качество дорожного покрытия, которое зависит от хорошего содержания, что включает и добросовестно выполненный ямочный ремонт. В контрактах прописывается годовая гарантия на такой ремонт, однако при качественной, с соблюдением всех требований технологий организации ремонта и правильном контроле, срок службы может увеличиться в разы. Температура смеси перед выкладкой должна быть в пределах от 140 до 160 градусов. Асфальт выкладывают в сухую погоду. Все подготовленные места ремонта закрывают асфальт в ту же смену, что и была выполнена профилировка. То есть, если они нарезали у нас, в пятницу, в пятницу все эти вещи должны быть закрыты. Или там, что именно в каждой ямке должен стоять предпочитающий знак. Глава Славянского района Роман Синеговский отметил, что вся эта информация, конечно, верная. Вместе с тем, нужно юридически правильно выстраивать заключение договора с подрядчиком с более длительной гарантией на ямочный ремонт. И чтобы подрядчик сам был заинтересован в строгом соблюдении технологии. Я считаю, что одним из важных того, о чем мы сейчас говорим, это гарантия, хотя бы два года наставить. Два года, чтобы он не чувствовал ответственность. После этого проверили, выпало ямок, приходит переделывать, где суд подали. Все остальное вы правильно сказали. Обработка, краев, все это понятно, знаки установить. В течение 5-7 дней все это дело закрыто, качественная осваивка, все это все понятно. Но помимо всего этого, правильно прописанный контракт, договор и гарантийные сроки. В своем выступлении заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко рассказал о работе, проводимой структурными подразделениями районной администрации по вакцинации против коронавируса. Вакцинация насущно необходима, поскольку ситуация с заболеваемостью, к сожалению, обостряется. Задача на сайтах администрации поселений, на сайтах структурных подразделений, по всем управлениям, все, где есть по образовательным организациям, спортивным учреждениям, разместить ссылку на данный интернет-ресурс, чтобы была возможность любому человеку, зайдя на любимую абсолютно страницу любого интернет-пространства, иметь возможность воспользоваться той информацией, которая ему необходима. Куда пойти вакцинироваться, что такое вакцина, какая она бывает, вся разъяснительная информация на этом разделе есть. В подразделение передано полторы тысячи плакатов с наглядной информацией о вакцинации, а также письмо, где есть подробности об условиях проведения вакцинации. Продолжает работать оперативный штаб, который ставит важные задачи. Первая задача, которая стояла, это провести мониторинг вакцинации против коронавирусной инфекции сотрудников подведомственных учреждений, предприятий, организаций в курируемых сферах деятельности. Задача стояла заместителям главы, абсолютно всем заместителям главы. Данный анализ, Роман Иванович, был проведен. Единственный момент по предприятиям нашим экономическим, там очень большой реестр, обещали, мы там сегодня-завтра, может, приезда до конца сбить. Всего в настоящее время привито без малого четверть всех работающих из числа, находящихся на контроле. Глава Славянского района Роман Синеговский сказал, что расслабляться еще рано, опасная инфекция не дремлет, и в наших общих интересах не допустить роста заболеваемости. И для этого нужно сделать все, что в наших силах. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События». Продолжение следует... Спасибо.